Представители трёхсторонних государств часто выступают за трубопровод «ИстМед». Это экспортный вариант, который теоретически позволит транспортировать израильский и кипрский природный газ, всё с того же месторождения огромного, по трёхтысячекилометровому подводному трубопроводу через Грецию и Италию на европейский рынок, соответственно. То есть Кипр, далее Крит, далее Греция, Италия и вся Европа. Очень лакомый рынок. Вот Владимир Владимирович, наверное, расстроится. Да, и тут вот какой нюанс есть. Примечательно, что трёхсторонние соглашения получили мощную поддержку со стороны США, но мы об этом уже сказали, да, там Помпео участвовал в этом деле. И прочее говно. Но всё-таки этого недостаточно оказалось, этого многообещающего импульса для Альянса, потому что вот этот трубопровод, если нет, его в реальности тяжело было провести, из-за того, что он слишком дорогой, слишком большие инвестиции требуются. Да, обратите внимание, кстати, товарищи дорогие, дело ж не в том, что нет ресурсов, нет работяг, нет специалистов. Всё есть, блин, и деньги есть. Я говорю, дорого, блин, а 200 лямов, блин, на то, чтобы эти кишлаки, блин, и так разрушенные, разносить 200 лямов в сутки, недорого, блядь, им. Но они рассуждают с точки зрения своего барыша. Понимаешь, в чём дело? Когда они договаривались, газ в Европе на рекордном минимуме продавался, потому что это был 20-й год пандемийный. И тогда были зафиксированы какие-то вообще ужасные для экспортеров цены. Ну, короче, блин, да, и они решили, давайте подождём, а вось волшебство начнётся, блин, где-нибудь, и газ-то и подорожает. Вот тогда и договоримся. Ну, вот фишка в том, что тогда речество шло 100 долларов за тысячу кубометров, а сейчас я посмотрел, вот последнее, что я видел, 377 долларов в Европе сейчас газ стоит за тысячу кубометров. Спрашивается, кому выгодно волшебство? Тем не менее, судьба этого трубопровода, она в подвешенном состоянии. В начале 22-го года от него всё-таки отказались Соединённые Штаты, но это было до волшебства, обратите внимание. Да-да-да. Они сослались на экономическую несценносообразность, что поставило все дальнейшие движения под вопрос. Однако, затем случилось волшебство. Такое нужное, оказывается, целой толпе барыг. Им как раз нужен был импульс для их альянса, чтобы начать там 3000-километровые трубопроводы начать строить. Но они там предлагают ещё альтернативу. Коротенький трубопровод до Кипра, а на Кипре сжижать газ, его уже по морю везти в Европу. А что так вкуснятина? Оно и так вкусно, они тут только просто пытаются разобраться. Был бы газ подороже, а больше волшебства дороже газ. Вот вам и вся арифметика нехитрая. Но надежды вообще на строительство трубопровода европейцы не теряли. Особенно итальянцы, они прям активно заявляли, что хотят, планируют. Вот заявление было компанией Edison, принадлежит французской E-Define, они там все перемешаны. Николай Монти в кулуарах встречи представителем энергетической промышленности. Значит, заявил, что ведёт активные переговоры по реализации этого газопровода. Вот тебе в печёнку газопроводную, Монти, Пайтон, бля. Так, ну, короче, понятно, это я ссылочку подвешу просто о том, что переговоры остались. И даже вон на сайте компании Edison я нашёл очень красивую презентацию. Знаешь, как они теперь этот трубопровод презентации преподносят? Потому что это альтернатива российскому газу. Ну, конечно. Повесточка, повесточка. Смотрите, а у нас здесь, в Средиземноморье, прямо под боком есть. Вот только денег вложите. И сейчас как вот вентиль открутим. Вместо вот этого злобного путинского вентиля. Шик пошёл. Который не хотим открывать. А израильский вентиль – это другое дело. Американо-израильский. Мы не хотим путинский газ, потому что Путин бомбит соседнюю республику. Мы хотим израильский газ. Израиль тоже бомбит, но они вроде как на исконных территориях, на своих, а значит, можно.